Приветствую друзья! В данном видео я вам расскажу, как затирать швы в ванной комнате. Прежде чем затирать швы, обязательно нужно их отмыть и очистить от всякой грязи, пыли. И вот, кстати, от таких вот еще бумажек, которые бывают на декорах. Так, а, и еще воск бывает на плитке. Затирать мы будем затиркой Церезит. Вот такая вот затирка. Она бывает также в банках. Вот эта вот затирка подешевле в мешках. Они идут по 2 кг, а по 5 кг. Ну и по-моему максимум 5 кг. А также есть в банках. В банках она идет более мелкая фракция. И ее можно использовать для более мелких швов. Ну, как правило, это минимальный швов где-то 1,5 мм. Также есть, конечно, разные виды затирок. Есть эпоксидные затирки. Кстати, насчет эпоксидной затирки. Имейте в виду, что затирка эпоксидная у нее очень, ну, как бы, по сравнению с вот этими затирками, фракция крупная. И если у вас шов совсем тоненький, то, как правило, она не пройдет для таких вещей. Но первым делом нужно зачистить все швы. Так что мы сейчас вот смотрим, где немножко, если где-то клей попал, клей нужно весь отмыть. В принципе, мы прочищаем все, если где-то что-то есть. Вот. В принципе, наклеено достаточно аккуратно, поэтому, в общем-то, клея-то особо тут и нет. То есть, вот такие вот места. Особенно, если затирка у вас белого цвета, то это нужно сделать очень хорошо, чтобы даже вот так вот клей тут немножко есть, и то он не торчал. Даже не то, что не торчал, а чтобы его вообще не было видно. То есть, чтобы прям вот беленький край был. Потому что, когда затирка немножко, она усохнет, и если какая-то чернота от клея есть, то это проступит. Опять же, смотрите еще. Если у вас мозаика, то желательно мозаику клеить на белый клей. То есть, есть клей серого цвета, есть белого цвета. Сейчас мы все швы зачистим, и далее будем отмывать плитку. После того, как швы зачищены, желательно, чтобы у вас был пылесос, и мы из швов еще всю пыль вытянем пылесосом. Как бы это намного удобнее, чем там ковыряться тряпкой, ну, по крайней мере, с пола, это точно. Продолжение следует... Теперь нам необходимо плитку отмыть. Я отмываю всегда губкой, и еще вот такой вот, ну, я не знаю, как это называется, такая жесткая тряпка специальная. Вот она хорошо отмывает такие грубые, ну, типа клея. То есть, ей прям очень удобно. Ну, а потом уже губкой. То есть, сперва прожжу ей, потом уже губкой собираю начисто. Каждый швовчик подходим, чтобы не было грязи, никакого клея, там, ну, ничего подобного. И также смотрите, чтобы от губки не оставались, ну, какие-то вот, ну, вот эти вот всякие штучки. Ну, от самой губки, чтобы в швах не осталось ничего. Затирку, кстати, швов я также произвожу замывку губкой. То есть, после, когда затру, замывку произвожу губкой. Губку только желательно иметь уже новую, старую я отмываю. А новая, ну, старая, когда будете замывать швы, вот если вот такие вот у нее вещи есть, вот такие вот затертости, то шов может получиться не очень ровным. Поэтому лучше иметь новую губку, когда замывает швы. Так, ну, сейчас я отмываю всю плитку, и потом буду затирать. С того, как плитка у нас отмыта, мы заворяем затирку. Затилка у нас антрацитовая, цвет, цвет вот здесь вот написан. Так, первым делом насыпаю саму затилку в банку. Желательно, чтобы баночка такая была, с простыми краями удобнее. И наливаю воды и затворяю смесь. Которая смесь в таких вот пакетах, она полегче затворяется. Когда смесь в банках, она затворяется не так хорошо, потому что там она мелкая очень, она как прям, ну, реально как пыль, фракция такая. И пока все это слое перемешается, то проходит времени побольше, чем вот в таких вот мешочках, я наверное, баночках сказал, в таких вот мешочках. Так, ну и еще что хочу сказать, что вот в баночках единственное, чем удобнее, можно в саму банку наливаешь воды и затворяешь. То есть, а здесь приходится искать, в чем смесь затворить. Что-то я вот из дома принес, а тут вот. Так, ну и все, вот примерно консистенция вот такая, чтобы полностью перемешалось. И начинаем затирать. Опять же, я затираю вот таким вот мягким шпателем. Раньше я затирал пластиковыми, ну, такими не пластиковыми, резиновыми шпательками. На самом деле им не очень удобно, вот таким вот быстрее. И он лучше как бы вдавливает шов, потому что он пожестче. Поэтому я перешел вот на такие. Хотя первоначально, когда начинал, я работал резиновыми шпательками. А как производится втирание затирки в шов. То есть, берем на краешек шпателя и вот так вот вдавливаем. Ну, самое еще главное следить за тем, что, опять же, вот этот шпатель, он подходит для глянцевой плитки. То есть, бывает плитка, когда она такая матовая, и у нее там всякие пупырышки, даже стёпрышки, там финки красивые, разноцветные. И вот под такую плитку не факт, что получится вот таким шпателем втирать. То есть, там, скорее всего, нужно будет обязательно резиновый шпательок, потому что вы попросту можете, ну, закосячить плитку. Шоп должен заполняться полностью, чтобы после немножко усушки вот этой вот затирки не получилось, что затирка как бы сильно глубоко туда ушла шов. То есть, заполнять надо хорошо. После того, как мы нанесли затирку, начинаем замывать. Ну, замывается примерно за 10, ну, через 10-15 минут, но в зависимости, опять же, от помещения, то есть, насколько сухо в помещении. Если в помещении очень сухо, стены как бы сильно впитывают в раму, затирка быстро засыхает, то нужно как бы сразу, то есть, допустим, нанесли какой-то вот такой небольшой участок и сразу замываем. Если вы долго будете ждать, если затирка сильно схватится, то потом замыть ее будет проблематично и ровный шов вы уже не сделаете. То есть, чтобы вот пройдешь, когда пупкой будем замывать, нужен ровненький шов. То есть, это нужно вот в процессе, еще пока она не сильно застыла, вот затирка не сильно засохла. Так, берем кубку. И начинаем замывать сверху, бить. Вот так вот формируя шов. Не должно быть никаких раковин, то есть, ровненький шовчик. Вот у нас, кстати, сразу видно этот воск на плитке. Одна из самых главных задач, это попасть в тот момент, когда затирка уже такая маленько прихватившаяся, но в то же время еще не совсем засохшая. И тогда она хорошо отмывается и хорошо шов формируется. Так, берем кубку. Не пропускаем швы, чтобы не получилось, чтобы где-то что-то пропустили, иначе затирка засохнет, и потом ее уже очень сложно будет нормально отмыть и сформировать шов таким вот способом. Друзья, если вам нравится это видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, пишите комментарии, и смотрите другие видео на канале, там очень много, там также есть видео по затирке эпоксидной затиркой, ну и вообще очень много по ремонту ванных комнат, там туалетов, домов, квартир. Итак, друзья, после того, как мы затекли плитку, немножко ждем, швы у нас подсыхают, и после этого начинаем замывать чистой водой. То есть губкой мы уже шов сформировали, и вот когда затирка уже маленько так прихватится, то есть по ней проводишь губкой, и она уже не расходится по плитке, то есть она уже подсохнет. И вот после этого нужно сразу замыть ее чистой тряпочкой. Берем чистую воду, и на пуху протеваем плитку, при этом убирая оск, всякий шапок. И отрываем плитку. После того, как мы отмоем стены, только после этого можно будет затирать пол уже с затилкой, потому что если мы затрем сейчас, то потом, когда будем отмывать, мы просто заляпаем пол грязными ногами, и вот все, чтобы впадать на пол. Вот так вот у нас получается красивенько, и вот такие вот ровненькие швы. Сейчас они подсохнут, и цвет уже будет вот такой вот. То есть вот сформировали немножко угол, ну, плитка достаточно неровная, поэтому угол достаточно тоже неровный получился. Ну, для такой плитки это нормально. Вообще, конечно, лучше для такой плитки делать не заусовку, а покупать уголки. Так, ну, и сейчас, когда я отмою всю плитку полностью, потом я буду затирать плитку на пару, все то же самое. И когда плитку на пару затру, только после этого, когда она подсохнет, скорее всего, это будет на следующий день, я уже буду силиконом просиликонивать угры. То есть, пока вот это вот внутри не высохнет, силиконом работать нельзя, потому что влага будет испаяться, и силикон просто, ну, влагой выдавит. То есть будут либо пузырьки, либо силикон неровный будет, либо отойдет он просто потом от стены. То есть, пока вот швы вот эти не высохнут, хорошо не просохнут полностью, силиконить нельзя. Ну, а силиконить нужно не во всех случаях, а только там, где плиты играют. То есть, например, у нас вот здесь гипсокартон, это короб из гипсокартона, насколько вы помните, если вы смотрели мое видео, как я здесь сделал ремонт. И получается, тут все равно идет такая небольшая вибрация от стены. Ну, на гипсокартоне это всегда. И вот если затереть просто затилкой, то со временем она раскрошится. То есть, чтобы она не раскрошилась, мы обрабатываем углы силиконом. То есть, а также вот эти вот, ну, все примыкания между полом и стеной. Ну, и опять же, силиконить, наверное, мы будем уже после того, как сделаю попорок. А может быть и нет. Может быть, это сделаю завтра. Не знаю, посмотрим. Также с силиконом буду проходить и ванну полугромут. То есть, примыкание будет силиконом. Хотя тут и так вообще почти впритык. Ну, и также засиликонить буду вот эту гиевцу. Ну, и так же. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok